Одним из приоритетов внешней политики Узбекистана является укрепление многосторонних связей с соседними государствами. Традиционно дружественные узбекско-казахстанские отношения сегодня демонстрируют динамику качественного обновления, обретают новые грани и содержание. В основе этого взаимное доверие, дружба руководителей двух государств. Шавкат Мирзеев и Нурсултан Назарбаев регулярно общаются по телефону. Кроме того, государственный визит президента Узбекистана в Казахстан в марте текущего года, подписанные по итогам переговоров на высшем уровне документы, стали прочной основой для расширения взаимовыгодных многоплановых контактов. Всего по итогам переговоров подписано 13 межгосударственных межправительств и межведомственных документов. И пакет из 74 контрактов и соглашений в торгово-экономических, финансово-инвестиционных сферах около миллиарда долларов. Я вам искренне хочу сказать, что этого не было никогда. И сегодня происходил форум, 250 предпринимателей с Узбекистана сегодня участвуют на этом форуме. Это говорит о том, что и региональное сотрудничество, и сотрудничество предпринимателей дают серьезные плоды, и они будут обязательно результативными. Подводя итоги, можно сказать, что по важнейшим вопросам стратегическое партнерство, во-первых, и полное включение доверия между нашими странами, второе, социально-экономическое сотрудничество, третье, гуманитарное сотрудничество. По всем этим вопросам мы договорились, что у нас нет разночтения. Между Узбекистаном и Казахстаном сегодня нет нерешенных проблем, ни территориальных, ни пограничных, ни политических, ни экономических. Накануне, 29 апреля, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева посетил Южно-Казахстанскую область. Здесь состоялась рабочая встреча руководителей стран. Уважаемые наукционы, я рад, что мы еще раз встречаемся. Интенсивность нашей встречи говорит о том, что у нас есть хорошая основа продолжать и наращивать то, что нами было договоренно. После визита в Нурсултанши мной принята дорожная карта по всем направлениям нашей деятельности. Все пункты нашей договоренности, они воплощаются. Спасибо большое, что по поводу транзита нефти из России вы дали разрешение. Два дня тому назад был в Джизаке. Мы уже заложили камень на строительство крупного нефтекарного вашего завода. Это уникальный комплекс. Во всех отношениях у нас продолжается очень хорошая, благотворная работа. В Кустанайской области в конце мая начнется сборка автомобилей. Тот форум, который мы в Астане провели, он очень серьезный. Основу дал во всех отраслях. Малый и большой бизнес Казахстана, малый и большой бизнес Узбекистана. Начали сотрудничать. 3-4 мая Аким в Кустанайской области к нам. В конце мая Новоинский и Джизасский. Аким, мы к вам приедем. Регионные отношения, они дают в свою очередь серьезные, реальные плоды. И то, что мы с вами договорились, что они будут часто встречаться, я думаю, это дает уже результаты. И сегодня то, что мы сверяемся часами по нашим договоренностям, это даст дополнительный импульс нашим всем предприятиям, руководителям, военно-техническим отношениям. Скоро наш заместитель министра будет в Казахстане. Министр культуры был у нас в Узбекистане. Они тоже уже договорились, составили тоже дорожную карту. Самые главные народы наших двух стран, они, я бы сказал, окреленные. Договоренность наша воплощается в жизнь. Я еще раз рад вас видеть. Шахмат Мир Иванович, большое спасибо, что нашли время, принять мое приглашение встретиться здесь, в рабочем порядке, на ходу, на Рогаче. Ну, отсюда, на Ташкенте, меньше 50 километров. Раз я приехал, мы тогда договаривались, встретились здесь, встретились. После нашего рецепта в Астану многое изменилось в отношении к государству. И бизнесменные работали, и другие работали. Товарооборот поднялся в первом квартале на 37%. Такого никогда не было. По всем договоренностям поработаем вместе. И спасибо вам, что вы пересмотрели аксиды. И дорогу в Божжигицу мы начинаем уже. Мы идем вырубливаем, проект сделаем. И это сделаем. Теперь вы с Россией говорили насчет пропуска нефти. Сейчас работают трехсторонние. Так что все наши договоренности очень активно работают. Благодаря вашей поддержке, конечно, я над этим работаю. Поэтому сейчас есть возможность сверить часы, встретиться на побывающий раз. Поэтому благодарю за то, что мы начали верить. Очередная встреча президентов Узбекистана и Казахстана позволила вновь утвердиться в намерениях стран укреплять дружбу и многостороннее сотрудничество на всех уровнях, где главным ориентиром являются интересы повышения качества и уровня жизни народов Узбекистана и Казахстана. Продолжение следует...